Приветствую вас. Вопрос связан с расслаблением и напряжением в интимной жизни. Говорится о плохом опыте. И говорится о том, что, собственно, был долгий перерыв в интимной жизни. Вот, сейчас хороший партнер, но вот все равно есть определенная страха. Вот. Человек спрашивает про медитацию, чтобы не думать о плохом и настроиться положительно. И пишет о том, что сняется, делится негативным просто опытом с новой машиной, не знает, насколько вообще это уместно. Смотрите. Значит, мы здесь говорим с одной стороны про отсутствие доверия у вас со стороны, ну, вот, значит, к мужчинам. Мы говорим здесь, на мой взгляд, про отсутствие доверия к себе. То есть, ну, то есть, вот, мы говорим о том, что у вас нет доверия к, ну, к самой себе, да, то есть вы, ну, вот, стесняетесь, да, как-то вот боитесь, опасаетесь, вот. А, значит, значит, ну, боитесь своих эмоций, да, боитесь своих переживаний каких-то, вот. А, значит, обесценивайте их, стесняетесь, это. А, то, что вы себя обесцениваете, то, что вы, вот, нет, не доверяете, значит, партнерам, да. Ну, то есть, если у вас с этим проблема, вот. А, конечно, делает возможным вот эту проблему, которую вы описываете. Именно поэтому человек вёл себя эгоистично с вами, именно поэтому всё получилось. Вот так, потому что, ну, партнер просто ображал, ображал вам то, что вы, вот, думали и думаете, вероятно, о себе. То есть, продолжаете думать о себе. Значит, в первую очередь нужно работать со стеснением, но после того, как будет, конечно, прожита травма, которую вы получили. Ваше напряжение, ваше напряжение связано в первую очередь с, ну, со злостью. Со злостью и с отбитой на партнера. То есть, это такая вот история про подавленное сопротивление. И ощущение беспомощности своей, вот, чувства, что вы ни на что не влияете и так далее. Вот, это, в первую очередь, нужно корректировать. Работать с травмой. Дать вам прожить именно ту реакцию, которую вы, соответственно, хотели. Следующее, это отношение к вашей интимной жизни, отношение к сексу. Ну, какое оно у вас, потому что, ну, на мой взгляд, как-то вы к нему относитесь несколько чрезмерно, несколько акцентированно. Это тоже нужно посмотреть. Вот. И, собственно, коррекция отношений с мужчиной, вашим настоящим, который сейчас у вас, за счет обретения гармонии в себе. То есть, это вот выстраивание доверительных отношений, но доверительные отношения, это не те отношения, где вы доверяете человеку, то есть, во всем полагается на него. Доверительные отношения, когда, в первую очередь, вы доверяете сами себе. Если вы сами себе не доверяете, то как-то вот, ну, вам довольно сложно в этом смысле, в принципе, будет выстраивать, ну, какой-то компакт, да, с людьми, не обязательно даже, не обязательно даже, ну, с мужчинами, то есть, ну, просто. Просто будет тяжело выстраивать взаимодействие, вот. Что касается... Что касается медитации, тоже такой. Довольно интересный, как мне думается, аспект, вот. А почему интересный, да, чем интересный этот аспект? А он интересный тем, что медитация это, ни много ни мало, аффирмация, то есть, самовнушение, и я бы не сказал, что это как-то эффективно работает. То есть, вы сами, если перечитаете свой текст, вы увидите, что, ну, как бы, ваше отношение к... Значит, ну, к интимной жизни, оно вот такое. Достаточно, ну, такое, серьёзное, что есть, вы не относитесь к... ну, как бы, к... Эм... вы не относитесь к... эм... 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 И делали его более соответствующим своему месту, как бы в иерархии. Ну, в иерархии интересов, да, в иерархии сфер ваших, ну, сфер вашей жизни, я имею в виду. Вот, вот это вот очень важно сделать. Этим очень важно заниматься. Собственно говоря, этому и будет посвящена, да, в какой-то степени, психотерапия, вот, этому и будет посвящена индивидуальная работа с вами. Вот, поэтому выбирайте психолога и начинайте работу. Да, возможно понадобится также, чтобы молодой человек в этом участвовал, вот, ну, я имею в виду в психотерапевтическом процессе. Вот, для того, чтобы, вот, вы могли, ну, вот, какие-то, свои нюансы, да, продовольствовать с ним. Вот, я бы еще обратил внимание на возможное, возможное у вас только, только возможное. Чувствую виноватым... Чувствую виноватым... Мне так вот... Показалось, что вы чувствуете себя виноватым перед, ну, может быть, перед молодым человеком или виноватым. Чувствуйте себя за то, что, ну, вот, произошло. Если это так, то с этим тоже нужно работать, хоть вам это прямо сейчас вам это не поможет. Но я могу сказать, что никакой вашей вины нет в том, что произошло. Я думаю, что, ну, вот, по-другому, да, по-другому. И быть не могло, не могло в вашей ситуации, в вашей истории, вот, к сожалению, по-другому, не могло и быть. И вам вот эту мысль нужно принять, что вы на самом деле делали все, что могли, все, что от вас, ну, все, что было в ваших силах вы делали. Вот, ну, просто, ввиду ваших возможностей, ввиду ваших особенностей, ввиду, вот, ну, вашего опыта, который был. А вы, вот, оказалось в такой ситуации, соответственно, а, если над собой работать и меняться, вот, то я думаю, что таких ситуаций не будет. Вот, вот, больше, то есть, ну, понятно, как бы, конечно, что никто, да, там, недострахуемый, да, это понятно, в этом смысле. То есть, понятно, что в сказе может случиться какая-то такая неприятная история, вот, и никто от этого не защищен. На все сто процентов, это понятно, я надеюсь, да, но в ситуациях, когда, когда вы, вот, именно не можете себя защитить, да, в ситуациях, когда вы не можете отстоять свои интересы. Вот, 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 вот Этим всем нюансом. Сейчас, от своих болевых чувств, от своей боли, вы убегаете, вы пытаетесь от этого сбежать. Я должен сказать, что сбежать не получится. Потому что это ваши переживания, это ваши чувства, это ваш опыт. И взять от него не нужно. Напротив, этот опыт позволяет вам увидеть, что важно на самом деле. И не забывать об этом. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Удачи! 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 Удачи!